С утра по плану проведения учений руководством ДЧС был проведен смотр готовности отрядов экстренного реагирования города и области, смотр снегочистительной техники, а также состояние авиационного звена транспортной службы. В ее состав входит 11 судов и звено ритуальных услуг, созданные решением Акима области. В ходе учения отрабатывали ситуацию ремонтно-восстановительных работ линии электропередачи в условиях зимнего периода и ликвидации аварии на ЖД-транспорте. Традиционно в начале ноября по всей республике Казахстан проводятся учения, не стало исключением и наша область. С 1 по 2 числа будет проводиться перевод всей нашей областной подсистемы гражданской защиты на готовность к реагированию в случайной ситуации зимнего периода и на их предупреждение. Поэтому по всей территории области будут отрабатываться аналогичные, как вы сейчас за моей спиной видите, практические мероприятия. По всей области будет привлечено 1200 человек личного состава. Это всех наших районных оперативных штабов, аварийно-спасательных служб и подразделений местных исполнительных органов. По словам пожарных, принимая во внимание опыт сентябрьского пожара в многоэтажке, были отработаны действия по ликвидации возгорания в зданиях повышенной этажности 16 и 25 этажей. При условиях низкой температуры воздуха с последующим восстановлением теплооснабжения здания. Спасение виртуальных пострадавших из высоток проходило с помощью машины АЛ-50 с использованием спасательного рукава и дальнейшей их эвакуации в пункты обогрева. Условный пожар происходит на пятом этаже. Очень большое задымление, то есть весь дом находится в дыму. И силами службы пожарных тушений и аварийно-спасательной работы проводится эвакуация. Спасение решающего направления направлено на спасение людей. В данном мероприятии задействовано 17 единиц техники и 98 человек личных состава. В ходе учений спасатели отметили возможности беспилотного летательного аппарата, принадлежащего оперативно-спасательному отряду. Он позволяет в онлайн-режиме транслировать в оперативный штаб картинку с места происшествия. Это значительно экономит время на определение зоны чрезвычайной ситуации и повышает уровень координации работы аварийно-спасательных служб. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт».